Создаваемый Ленин-центр, безусловно, будет многофункциональным культурным центром, который на новом этапе возвращается к своей миссии 70-х годов в условиях современности. Ядром является, безусловно, музей Ленина. Если ядро музей, то изюминка концертный зал на 1200 мест и камерный зал на 400 с уникальным органом. Европейские эксперты уже успели оценить новый объемный звук. Скоро такая возможность появится у каждого из нас. Плюсом в здании обновленное выставочное пространство, образовательный центр для исследователей и работников музея, общественно-политический центр «Диалог». Мы сделали небольшое тематическое зонирование второго и первого этажа. Экспозиция у нас начинается со второго этажа. Первый этаж пока не представлен у нас в этой схеме. Это фойе, навигационная зона. Все достаточно современно и комфортно. Опасения, что мемориал переименуют в Ленин-центр, не подтвердились. Нет, это словосочетание всего лишь концепт содержимого. Убранство тоже не претерпит значительных изменений. Исторический вид не превратят в интерьер торгового центра. В основе музея прошлая композиция, но расширенная на современный лад. Несколько блоков. Ленин-политик, Ленин-человек и Ленин-мыслитель. Кстати, о мыслях. Многие не понимают и гадают, почему так дорого. Куда деваются деньги, выделенные на реконструкционно-ремонтные работы. Руководитель профильного министерства пояснил. Мемцентр в этой ситуации часто сравнивают с жилым домом, в котором условно три трубы и один провод. Газ, вода, канализация, электричество. Мемориал же конструкция на порядок сложнее. Если мы берем такое здание, как мемориальный центр, то это приточно-вытяжные системы, система пожаротушения, система пожарной сигнализации, эвакуации. Это отдельная совершенно блочная система отопления. Ну, по электрике там целые огромные помещения, которые обеспечивают электроснабжение. Еще один вопрос, беспокоящий в основном дизайнеров-архитекторов, темные полосы на мраморной облицовке. Некрасиво и неэстетично раньше было лучше. Строители отвечают, это всего лишь герметик, необходимый простыми словами, чтобы мрамор не отлетел ближайшие 50 лет. Сегодня цвет пришел в норму и больше не изменится. Как обещают региональные Минстрои, трехлетняя эпопея с реставрацией вот-вот закончится. Если все срастется уже в этом году. Павел Петриков, Юрий Тимонин, репортер 73.